Ну что же, уважаемые коллеги, 11 часов утра в Москве, а значит мы начинаем работу нашего заседания, заседания Межотраслевой комиссии по управлению здоровьем персонала Ассоциации Менеджеров. Меня зовут Вадим Ковалев, я первый заместитель исполнительного директора Ассоциации Менеджеров Чем Общественной Палаты России. И сегодня я рад тому, что наш комитет, вернее наша Межотраслевая комиссия состоялась, предыдущий год был очень эффективен, и мы входим в новый сезон, чему я очень рад и всех поздравляю. И, конечно, это заслуга прежде всего сопредседателей нашего комитета Владислава Горбачева, директора Центра развития и исследования охраны труда и здоровья в НИИ, Минтруда России, и Алиса Безлюдова, директора Департамента маркетинга медицины группы Альфа Страхования, за что коллегам уважаемым большое спасибо. Ну что ж, друзья, сегодня у нас интереснейшая тема выбрана, мы сегодня будем говорить о том, как с помощью ДМС сделать well-being эффективным, и, конечно, при продвижении вот такой культуры здорового образа жизни, культуры внимания к собственному здоровью, к здоровью окружающих, хороши все меры от мотивационных, о которых мы говорили в минувшем году, наверное, чуть больше, до имплементации программ ДМС. Мы об этом сейчас поговорим. У нас прекрасный состав спикеров сегодня. Марина Безуглова, исполнительный директор компании Ipsos и сопредседатель комитета по маркетингу и корпоративной стратегии Ассоциации менеджеров. Ксения Фатеева, это руководитель по системам управления стоимостью и эффективностью персонала группы компаний РусАгро. Юлия Кузнецова, руководитель направления адаптации и внедрения стратегических проектов ДМС Альф Страхования. И Илья Садеков, продукт-менеджер управления адритинга и методологии страхового дома ВСК. Вот такой у нас сегодня состав. Мы планируем в течение полутора часов провести нашу дискуссию. Мы будем рады, если это будет именно дискуссия. Поэтому, дорогие друзья, призываю вас использовать чат. Если вы смотрите нас в Фейсбуке, пишите, пожалуйста, под трансляцией. Мы все вопросы обязательно продублируем нашим уважаемым Асо-модераторам. И я уверен, самые интересные будут обсуждены и ответы на них получите. Так что, дорогие друзья, больше время затягивать не буду. Оно у нас дорогое нынче в продолжающейся полуудаленке. Поэтому с большим уважением передаю микрофон нашим сопредседателям. И еще раз благодарю за выбор такой темы, потому что Ассоциация Менеджеров – это про эффективность, это про лучшие кадры, это про самые передовые инструменты, которые помогают нам развивать бизнес и делать экономику страны хоть немного эффективнее. Поэтому передаю микрофон Владиславу Горбачеву, директору Центра исследований охраны труда и здоровья вне труда Минтруда России, нашему сопредседателю комиссии. Влад? Спасибо, Вадим. Действительно, прошлый год подчеркнул значимость комплексных решений и действительно повлиял на формат и наполнение программ по здоровью и благополучию, которые реализуют компании. Поэтому многие уже, кто заключал в конце прошлого года, либо их планируют заключать в этом году, у кого уже годный, у кого трех-пятилетний в новом формате, с акцентом как раз на комплексные решения. И здесь мы идем в общем тренде, который уже ранее был заметен и у нас в стране, в целом в странах ОЭСР. И об этом мы говорили на самом первом нашем заседании, которое было в прошлом году, когда мы открывали комитет. И я в этом плане немножко повторюсь, может быть, с тезисами, которые как раз теперь уже нашли отражение, на мой взгляд, не только в материалах ВОЗ, либо МОД, но в том числе и в понимании многих топ-уководителей крупных компаний, работающих в России. Если смотреть, ну вот, я, конечно, все-таки, исходя из своей профессиональной квалификации и, может быть, определенной деформации, но я всегда говорил в последнее время о том, что необходимо заниматься вопросами и охраны труда, и здоровья, рассматривая их с точки зрения управления рисками для работников, для их трудового благополучия, их трудовой деятельности, так как мы прекрасно понимаем, что если работник ушел на больничный лист, либо досрочно прекратил трудовую деятельность по причине непрофзаболеваемости, либо несчастного случая, то на самом деле это потери не только для государства, это потери, в первую очередь, для работодателя. И цифры, на самом деле, очень характерны. Раньше я приводил цифры МОД, но они давно уже известны, так как с самого начала 2000 года они еще были озвучены, что это порядка 4% ВВП ежегодных потерь от того, что люди работают в вредных условиях труда, потери по больничным, досрочный уход на пенсию, потери трудового стажа, инвалидизация. По странам Евросоюза, как я уже говорил, два года назад меня впечатлила цифра, это порядка 450 миллиардов евро ежегодно потерь от таких вот факторов. И буквально недавно в рамках нашей научной работы цифры по Австралии. Так вот, в прошлом году у них по их расчету, скажем так, профильного ведомства, ежегодные потери на одного работающего составили более 16 тысяч австралийских долларов. То есть, если вот общую сумму по стране разделить на работающих, ну вот я еще там, может, не углублялся сильно в цифру, такой был большой хэштег, которым я заинтересовал, но я к тому подвожу, что нам на реализацию мероприятий по охране труда и здоровья уже необходимо взглянуть не только с точки зрения отчетов об устойчивом развитии, но и что мы делаем для того, чтобы минимизировать риски для жизни и здоровья работников и какие мы применяем инструменты. И так как мы сегодня будем говорить об опыте и работодателей, и страховых компаний, прям коротко тезисами скажу, что европейский, американский, австралийский опыт показывает о том, что страховые компании становятся интегратором и главным ведущим между работодателем и работником. Работодатель заключается в страховой компании договор на конкретные показатели о том, что за время реализации страховой программы не будет увеличено количество трудопотерь у работников, не будет выявлено каких-то дополнительных рисков, и, соответственно, эти программы идут на профилактику. Возвращаясь, иногда тема поднимается по поводу персональных данных. Как раз такая схема позволяет работодателю эту работу делегировать в страховой компании. Через нее она работает с медицинскими учреждениями, подбирая наиболее необходимые, и, соответственно, работать напрямую с работником, имея для этого полномочия по результатам их, к примеру, медосмотров и дополнительных медицинских обследований. Ну, это вот так вот коротко тезисно, в каком направлении, полагая, что мы дальше тоже будем развиваться, и небольшой такой срез международного опыта, и куда нам, наверное, стоит двигаться. Спасибо большое, Влад Алиса. Коллеги, добрый день. Сейчас что-то у меня видео должно заработать. Да вообще не стесняйтесь, слушайте, включайте уже. Вот видите, я вот елку не прячу специально вам и выставил для настроения. До марта еще будет такой фон, думаю, как минимум. Поэтому не стесняйтесь, включайте свои окошки. Вот Марина Безуглова на своих комитетах уже несколько раз такую мысль продвигала, что даже общение по Zoom можно сделать более приятным, если включать окошки. Конечно, сразу появляется некий контакт с аудиторией, что очень приятно, как Вадим совершенно справедливо заметил, в наше такое совмещенное время онлайн с оффлайном. Спасибо Владиславу за интересный комментарий по международному опыту и за интересные цифры. Это одна из причин, почему мы в начале года решили выбрать такую тему. Нам кажется, в начале года самое время поговорить об эффективности, чтобы не было мучительно больно за прожитый год в конце, за те мероприятия, которые были реализованы. И есть ощущение, что уже никого не нужно убеждать в том, что программы well-being, казалось бы, что здесь нужно обсчитывать, как это обсчитывать, как измерять эффективность, но такой тренд уже существует и на российском рынке, в российском HR-сообществе, что не нужно убеждать людей, что действия компании должны быть эффективны. И то, что страховые компании становятся интеграторами, опять же, этот тренд приходит и в российскую действительность, поэтому два спикера сегодня как раз являются представителями страхового сообщества. и с большим интересом послушаем историю бизнеса, как же все-таки оценивать программы well-being, какие параметры учитывать, как их вообще, учитывая, что речь идет чаще всего все-таки о крупных компаниях, которые являются проводниками в well-being программ. Как, в каком, чем пользоваться, на калькуляторе в Excel считать или нужны какие-то специальные инструменты оценки эффективности? Вот об этом и хотим поговорить сегодня. Будем рады услышать ваши вопросы, ваше мнение. Пишите, пожалуйста, в чат, пользуйтесь активно чатом. И я попрошу коллег также запустить небольшой опрос. Есть ощущение, что инструменты, параметры эффективности могут несколько отличаться в зависимости от профиля компаний. Для того, чтобы мы понимали, кто сегодня с нами, кто наиболее активен, пожалуйста, коллеги, примите участие в небольшом опросе, чтобы мы понимали, как дальше развивать эту дискуссию. И я готова передать слово нашему первому спикеру. Марина Безуглова. Здравствуйте, коллеги. Очень рада сегодня присутствовать и рассказывать о такой интересной теме. Сейчас я попробую, наверное, поделиться своим экраном. Для того, чтобы вывести презентацию. У меня будет несколько слайдов. Коллеги, видно ли мои слайды? Видно. Все. Спасибо. Я буду немножечко такой системный подход дам, так как я вижу эту тему, тему Wellbeing. Конечно, коснусь и той темы, которая была задана, где роль партнеров по ДМС в корпоративных программах Wellbeing. Но буду говорить сначала о таком будущем подходе. И буквально несколько слов о себе. Собственно, почему я рассказываю здесь о Wellbeing, хотя я являюсь сопредседателем комитета по маркетингу, при этом очень активно участвую и в конференциях по Wellbeing и регулярно выступаю на отраслевой комиссии по здоровью и очень приветствую такое начинание, инициативу в рамках ассоциации менеджеров, где я уже много лет работаю. Дело в том, что тема для меня, я считаю ее лично, очень важной. Как социолог мы смотрим на этот тренд. И в прошлом году вышла моя книга про Wellbeing. У меня первое образование медицинское, мне это очень близко. И даже вот с началом локдауна я начала вести телеграм-канал про Wellbeing, где вот теми средствами, которые у меня есть, пытаюсь рассказать о том, как можно поддержать себя, свое здоровье в период непределенности, перемен. И поэтому на эту тему я смотрю с двух сторон. С точки зрения и социальной, и социолога, и с точки зрения вот как бы, наверное, и медицинской тоже. И для меня Wellbeing – это вообще немножко шире, и чем здоровье человека, и чем эффективность компании. Я считаю, что Wellbeing – это вообще элемент такой устойчивости нашей системы. И Wellbeing можно рассматривать как благополучие и человека, и общества, и планеты в целом. Мне сейчас приходится много, скажем так, вести дискуссий, модерировать каких-то мероприятий с футурологами. И я слышу огромное количество разных прогнозов. Эти прогнозы очень разные. От негативных сценариев глобальной катастрофы по самым разным причинам, которых у нас хватает, до такого всеобщего благоденствия, радикального продления жизни. И надо сказать, что все эти прогнозы, они в принципе могут реализоваться уже в нашем столетии при нашей жизни. И получается, что каким будет будущее, зависит от того вклада в Wellbeing, который вносит вот каждая компания, каждый человек, каждый бренд. И идти можно только через вот изменения личные, да. И меняя себя, мы меняем мир. Каждый, наверное, менеджер, особенно топ-менеджер, может изменить не только себя, но и корпоративную культуру. И не могу не сказать, что пандемия еще дополнительно внесла свои коррективы и повысила вот ценность Wellbeing благодаря тому, что у нас вообще в прошлом году выросла ценность безопасности, здоровья, эмпатии. И не только для каждого из нас. Я увидела совершенно иную и, наверное, такую бизнесовую повестку на самых разных мероприятиях, в которых мне приходилось принимать участие. Действительно ощущение, что бизнес становится более человечным, более гуманным, эмпатичным. И об этом уже говорят не только HR, об этом говорят топ-менеджеры и маркетологи. И это очень хороший, наверное, тренд, который нам позволяет действительно сделать программу по Wellbeing такой поддерживаемой с самых разных сторон. А действительно есть что поддерживать. И в прошлом году эпидемия явилась очень важным триггером и тревог, и страхов, и побей. Мы проводили исследования, поскольку компания Ипсис, мы занимаемся социальными маркетинговыми исследованиями, мы видим, что огромное количество было беспокойств. Но самое интересное, на первом месте у людей более половины беспокоились о работе, финансовом положении, страх терять работу. На втором месте это была фрустрация вследствие изоляции. И третье место – это беспокойство о здоровье своем и близком, близких своих. И интересно, что Россия здесь действительно занимает какую-то удивительную совершенно среди других стран позицию. Я вот здесь привела результаты нашего международного исследования. Мы спрашивали о беспокойстве по поводу потери работы в прошлом году в 27 странах. В России самое высокое значение. 75% боятся по поводу потери работы. Этот показатель в два раза выше, да и больше даже, чем в США, Германии и даже в Китае. При этом гораздо меньше людей говорят о том, что они могут развивать навыки, необходимые в будущем, через работодателя. И вот мне кажется, что программы Wellbeing, они не только про здоровье, они и про то, как давать людям, я не знаю, финансовую стабильность, грамотность какую-то их развивать. Потому что, как мы видим, это тоже вкладывает в стресс существенно. Ну а я вообще исповедую такой холистический подход к Wellbeing, потому что долгое время мы занимались исследованием измерения организационного поведения в области, вот скажем так, вовлеченности, эффективности, насколько хорошо, насколько нравится человеку работать в компании, но не видели тех триклеров и тех факторов, которые вкладывают или тормозят в эффективность и вовлеченность. А на самом деле действовать и смотреть нужно, начиная вот с самых таких нижних потребностей, связанных с поддержкой здоровья, с дружественной средой. И это как раз все то, что дает нам программы Wellbeing, направленные на финансовое, физическое, ментальное благополучие. Потому что только вот после того, как мы реализовали вот эти свои базовые потребности, энергия может пойти дальше, к реализации социальных потребностей. А это уже следующий этаж, это уже корпорация должна задумываться о том, как, скажем, увеличивать, улучшать эмоциональный интеллект менеджеров, давать поддержку сотрудникам, реализовать их потребности в уважении и признании. И только потом мы будем говорить о том, что сотрудник уже может действительно реализовать свой творческий потенциал и будет подхватывать те интересные задачи, которые дает компания. И мы тогда уже только можем говорить о вовлеченности. Ну и на вершине пирамиды мы знаем, что счастливые сотрудники, из других исследований мы знаем, что это означает счастливый клиент. Счастливый клиент – это, соответственно, благополучная компания, устойчивая модель бизнеса. И таким образом вот это благополучие компании, конечно же, нужно сначала вести самых вот таких базовых элементов, которые находятся вот в области здоровья, ментального и физического. И, как мне кажется, как раз вот эти базовые этажи вполне можно реализовывать вместе со своим партнером по ДМС, отдавая им вот эту задачу, и они с этим справятся очень хорошо, а корпорация может вполне акцентировать свое внимание вот на других звеньях Wellbeing, которые тоже имеют большое значение. Ну и, как я уже говорила, мы, собственно говоря, в компании тоже проводим такую эволюцию в области измерения и диагностики организационного поведения. Мы начинали когда-то с того, что мы измеряли Employee Satisfaction, сейчас мы фокусируемся на Employee Wellbeing. И когда идет вопрос о том, как измерять эффективность программ Wellbeing, безусловно, здесь играют и какие-то объективные показатели в виде, я не знаю, миграции персонала, насколько вы можете удерживать таланты, больничные листы и так далее. Но вот опрос людей и совмещение разной грани, насколько они хорошо себя чувствуют, насколько они в стрессе или нет, тревога, депрессивные настроения, и как они чувствуют себя на работе, насколько они вовлечены, увлечены, вдохновлены работой. Вот эти показатели, если их совмещать, они тоже показывают, насколько Wellbeing программы вкладывают в общий выхополучие и человека, и самой компании. И мы вот не так давно вместе с рекламным агентством Родня начали делать исследования ментального здоровья в индустрии коммуникации. Как мы поняли, индустрия коммуникации – это, в общем, повышенный источник стресса и неопределенности. Это мы увидели из иностранных таких исследований, из зарубежных исследований. Ну, а стресс на работе – это вообще пандемия 21 века. И вот мы сейчас делаем такое тестовое исследование вместе с рекламной индустрией, с ассоциациями, собираем, опрашиваем сотрудников и будем, собственно говоря, выявлять основные причины стресса на работе. Потому что, ну, гипотеза есть, что это, конечно же, могут быть индивидуальные навыки саморегуляции, забота о себе, что люди, в общем, не очень умеют этим пользоваться. Конечно, это может быть и корпоративная среда, неблагоприятный стиль менеджмента или культура трудоголизма, конкуренции, которая, в принципе, распространена и доминирует в компании. Но это может быть и просто отсутствие осведомленности, которая приводит к тому, что люди даже не пользуются теми программами Wellbeing, которые уже есть у работодателей. Мне кажется, что вот эти истории, вот эта диагностика, она очень важна, и компаниям стоит этим заниматься. Ну и мой последний слайд будет как раз про вообще корпоративную культуру Wellbeing, про то, что она у нас, собственно говоря, складывается из разных кирпичиков. И первый из них – это, конечно, забота о безопасности сотрудников, это и физическая безопасность, охрана труда, это сейчас и биологическая безопасность. Мы должны беспокоиться о том, чтобы никто не заболел вот в наше сложное пандемическое время. Это и финансовая безопасность, и, конечно, забота об их ментальном и физическом здоровье. Но помимо всего этого, конечно, компания должна думать о том, как способствовать людям, чтобы они сохраняли work-life баланс, не поощрять работу во время отпуска или в нерабочих часов, то есть уважать свободное время сотрудников. Потому что если HR работает на Wellbeing программы, а менеджеры продолжают прессовать сотрудников и заставлять их перерабатывать, и практически стимулируя их выгорание, конечно, это не аутентичная такая, не естественная и довольно фальшивая получается культура Wellbeing. Конечно же, огромная роль здесь и относится к топ-менеджменту, который в том случае, когда он разделяет ценности здоровья, благополучия, в этом случае корпоративная культура гораздо быстрее пенетрирует во все другие уровни, потому что, как мы знаем, с топ-менеджментом очень часто вообще ассоциируется с корпоративной культурой компании. На мой взгляд, самое главное сейчас – это вообще изменять мышление и поведение сотрудников и развивать осознанное отношение к здоровью. Нам этого точно очень не хватает, потому что все программы Wellbeing обычно, и у нас в компании, и в других компаниях подключаются процентов 10 сотрудников. Другие считают, что это неважно. Конечно же, вот эта коммуникация, информирование – это очень важная история. Ну и, естественно, поддержка, развитие сотрудников через коучинг, эффективную обратную связь, признание заслуг, поощрение положительных практик – это все будет стимулировать выполнение таких социальных потребностей и ценностей сотрудников. Ну и я хотела в заключение коснуться, где же вообще вот эта роль ДМС в том, что мы называем программами Wellbeing. На мой взгляд, поддержка ментального и физического здоровья – это то, что можно прямо вот аутсорсить партнерам по добровольному медицинскому страхованию. И второе, я считаю, что страховые компании должны очень активно привлекаться к тому, чтобы действительно информировать, придумывать какие-то интересные Wellbeing челленджи, может быть, марафоны для того, чтобы менять мышление, поведение сотрудников, потому что мне кажется, что вот это как раз профилактическая направленность, она позволит и страховым компаниям в общем-то уменьшать свои расходы. Чем больше мы тратим на профилактику, тем меньше мы потом тратим на медицинские услуги. И вот здесь очень важно и, наверное, есть смысл очень активно работать с страховым компаниям и корпорациям для того, чтобы вот именно такие программы коммуникационные, информирующие, стимулирующие, мотивирующие сотрудников поддерживать свое здоровье и, в общем-то, навыки саморегуляции. Я могу сказать, что наш опыт с ДМС как раз и говорит о том, во-первых, мы в прошлом году уже обязательно внедрили в нашу программу ДМС помощь психолога. Я считаю, что это очень важно. Люди не очень часто обращаются к ним, но нужно стимулировать обращение, потому что любые проблемы, они решаются гораздо быстрее и меньше стресса, если вовремя обратиться к психологу. И второе, наш партнер, например, ДМС, они в том числе нам проводят и лекции для сотрудников. Врачи приходят, рассказывают какие-то такие злободневные темы, типа сон, питание, зрение и так далее. И мне кажется, что вот в такой очень интересном партнерстве программы Велбим будут достаточно эффективными. То есть это не только здоровье, это очень широко, но вот партнеры и страховые компании, это, мне кажется, очень важный такой кирпичик и платформа общего благополучия в компании. Благодарю за внимание. Буду рада ответить на ваши вопросы, если они будут сегодня. Ну и, в принципе, меня можно найти, если появятся вопросы позже. Спасибо большое. Марина, спасибо огромное. У меня появилось несколько вопросов. Очень интересная презентация. И, как мне показалось, вы сторонник такого всеобъемлющего комплексного подхода, потому что вы говорили и о физическом здоровье, и о ментальном здоровье, и о развитии сотрудников. Как, на ваш взгляд, какое партнерство необходимо компании, которая хочет таким образом выстраивать свою работу, и вы даже говорили, встраивать это в корпоративную культуру. Это один провайдер, партнеры, это несколько. Кто может, кто должен быть помощником в организации всех вот этих вот аспектов? Вы знаете, очень хороший вопрос. Мне кажется, что здесь, я думаю, что партнеры могут быть разные. То есть компания должна хорошо понимать вообще вот всю структуру того, как она поддерживает своих сотрудников на уровне разных потребностей. Дальше, понимая и диагностируя там с помощью опросов чего-то еще, какие есть проблемы, нужно усиливать вот именно те, скажем так, проблемные зоны, которые есть. И мне кажется, что все, что касается вот страховых компаний, это укладывается, в моем понимании, очень четко вот в их специализацию, оказывать медицинские услуги, услуги, там, скажем, каких-то помогающих профессий, вроде психологов, например, а может быть, даже и коучи страховые компании будут подключать, потому что в этом тоже есть потребность. Ну и программы по ДМС, конечно же, партнеры по ДМС, конечно же, могут вкладываться вот и в развитие информированности, и, там, скажем, улучшение понимания сотрудниками проблем со здоровьем, поддержки здоровья, почему это важно и как к этому стремиться. С другой стороны, могут быть и другие партнеры, потому что компания может понять, что нужна какая-то большая программа, нужно приложение какое-нибудь объединить всех, возможно, что это могут быть какие-то специальные технологические партнеры. С другой стороны, это могут быть бизнес-тренеры, которые развивают эмоциональный интеллект у менеджеров, и я в этом глубоко убеждена, и по тем отчетам зарубежным, зарубежным, которые я читала, что неблагоприятный стиль менеджмента – это, ну, вторая по значимости проблема стресса для сотрудников. Поэтому мне кажется, что нужно очень хорошо и осознанно подходить к диагностике проблематики в своей компании и очень точечно восстанавливать всю эту целостную структуру. Партнеры могут быть разные, и мне кажется, что здесь важно просто подобрать правильный такой комплекс взаимодействий, и собственных внутренних тоже, как мне кажется, программ, потому что я считаю, что вот амбассадоры Wellbeing, они в каждой компании тоже желательно, чтобы были, и они тоже очень много делают по популяризации этого такого программы здоровья и благополучия. Как раз хотела задать следующий небольшой вопрос, чтобы нам не выбиваться сильно из тайминга, но вы меня опередили, сказав об амбассадорах Wellbeing. Вопрос мой был следующим. Какова роль самой компании, ну, помимо формирования корпоративной культуры, да, то есть где здесь граница, что должна делать сама компания, что она должна строить в свою структуру, может, какие, кто, эти люди, которые внутри компании должны заниматься Wellbeing. Вот я услышала, что вы говорите о том, что настало время уже амбассадоров, находить такую позицию, как амбассадор Wellbeing. Да, амбассадор Wellbeing, правда, это такая общественная, что ли, нагрузка, если говорить с точки зрения менеджмента, я почти у компании, я уверена, что топ-менеджмент плюс HR – это те спонсоры, которые лидируют этот процесс в компании, которые делают его, ну, скажем, таким комплексным, комплексным, всеобъемлющим и находят правильных, там, я не знаю, партнеров на разные стадии и в том числе каким-то образом лидируют, в том числе и процесс, когда подключают амбассадоров здоровья, которые, собственно говоря, могут в каких-то группах, а не что-то продвигать. Я могу сказать, что у нас на самом деле компания, которая тратит не супербольшие деньги на Wellbeing, у нас хорошая программа ДМС, в которую мы накачиваем максимальное количество сервисов, которые нужны нашим сотрудникам, то есть там же и психологи, там же и какие-то лекции, и у нас тоже есть амбассадоры здоровья, которые проводят утренние гимнастики, которые проводят, я не знаю, йогу, гулоофисное, теперь онлайн, которые тоже проводят какие-то лекции психологи, то есть мы пользуемся очень активно, и у нас все-таки вот этот процесс лидирует HR вместе с руководством компании. Вот я это как-то так вижу. Спасибо большое. Я рада передать слово следующему нашему спикеру, Ксении Афатеева, руководитель по системам управления стоимостью и эффективностью персонала группы компании РусАгро. Да, добрый день, спасибо большое, я сейчас тоже попробую поделиться своим экраном. Скажите, пожалуйста, появилась картинка? Да-да, все отлично. Еще раз всем добрый день, зовут меня Ксения Афатеева, я, в общем-то, возглавляю большое направление в группе компаний, это направление компенсации льгот, несмотря на такое, наверное, сложное большое название должности. Хотела бы с вами поделиться тем, как мы в компании воспринимаем, что поднимаем под формированием культуры, здоровья и благополучия, и что уже реализовали в рамках этой программы, что планируем реализовать, какие инструменты используем. В двух словах о нашей компании. РусАгро – это большая российская сельскохозяйственная продовольственная компания, у нас компания представлена пятью основными бизнес-направлениями, это мясное, сахарное, сельскохозяйственное, масло-жировое и молочное бизнес-направления. Работает у нас свыше 20 тысяч сотрудников в 11 регионах нашей страны, и основные наши локации присутствия – это все-таки небольшие районы, это больше села и поселки, в Долгородской, Тамбовской областях, Уссурийске, Екатеринбурге, Курске и Орлове. Наверное, основное для нас является то, что программа благополучия является частью вообще стратегии группы компаний, то есть это не просто какая-то акция разовая, это большой набор программ, и мы тоже рассматриваем эту программу комплексно и предполагаем, внедряем и предполагаем дальше внедрять все направления и развивать все направления этой программы, то есть это и физическое, и эмоциональное, интеллектуальное, социальное, духовное, финансовое, карьерное здоровье. Направлений очень много, они постоянно расширяются, добавляется, динамика развития действительно и рынка, и потребностей внешней среды и внутренней очень большая. На первом этапе мы для себя определили, что мы будем все-таки пилотировать сначала проект, посмотрим какие-то некоторые аспекты работы и взяли основное направление, это физическое здоровье, потому что в компании существует ДМС, все сотрудники прикреплены, поэтому для нас это было актуально. Мы зафиксировали для себя четыре основных направления. Первое – это повышение качества медицинских услуг и наполнения цифровой базы, потому что сотрудники у нас в основном работают в сельской местности, качество ДМС, в принципе, вообще присутствие клиник, оно очень небольшое, и, конечно, сотрудники не ездят, не занимаются своим здоровьем. Для нас было очень важно создать все-таки среду ранней диагностики, поддержения, укрепления физического здоровья наших сотрудников, чтобы не тушить пожары, а чтобы изначально применять меры по укреплению их здоровья. Это повышение уровня знаний сотрудников, потому что, в общем-то, насильно, мил, что называется, не будешь, и для того, чтобы заставить сотрудников лечиться нельзя, поэтому формирование осознанного их отношения к своему здоровью, как к физическому, так и финансовому, вообще помощь семейной и подростковой психологии тоже вошли в скоп направлении работы. Ну и совместно с производством мы определили, что нам важно создать в том числе комфортную рабочую среду, улучшить условия труда, улучшить зоны отдыха, комфорт создать на производственных площадках и оказывать карьерное консультирование. Так как во время пилота у нас действовал договор страхования, мы совместно с страховой компанией, в общем-то, проанализировав и наши потребности, и наши возможности, определили те направления, те активности, которые в рамках пилота мы будем делать, на чем мы будем фокусироваться. Первое большое направление – это то, что мы решили переходить от классического ДМС в наших производственных площадках, в локациях пилота к врачу производства. То есть формирование медицинского кабинета, формирование, соответственно, обучения врача производству, который будет работать только с нашими сотрудниками, с активным привлечением телемедицины, причем не только врач, соответственно, пациент, но и доктор-доктор для того, чтобы можно было в отдаленные точки привлекать, в том числе получать консультации узких специалистов. Ну, ни для кого, наверное, не секрет, что качество ПМО не всегда такое хорошее, которое мы хотели бы получить при профильной диспансеризации, поэтому в рамках проекта мы в том числе включили и диспансеризацию, причем она у нас шла в рамках ПМО, то есть это работа с медицинскими учреждениями для того, чтобы ПМО проходило качественно, чтобы все результаты диагностика была полная, соответствовали требованиям медицинским стандартам, и мы эти результаты могли получить и передать нашу доктору производство для того, чтобы он составлял уже карту наших пациентов. В рамках пилота мы также определили переход на автоматизированные системы предрейсовых и предсменных медосмотров. У нас большое количество сотрудников их регулярно проходит, по сути дела это та же самая база знаний, те же самые медицинские показатели, которые измеряются ежедневно и являются хорошей основой для составления карт здоровья сотрудников. Естественно, мы включили в программу повышение уровня знаний, и здесь мы определились с коллегами, что это будут и дистанционные, и очные семинары. У нас так активная стадия пилота попала на режимы жесткой самоизоляции, но при этом все равно мы проводили, где это допустимо было, и очные семинары, очень много было дистанционных встреч. Мы запустили марафоны здоровья, мы запустили дни здоровья, витаминные дни, и, соответственно, проводили в том числе тренинги и консультации по финансовой грамотности. Ну и, соответственно, на производственных площадках, как у нас большие площади, где это позволяло, в том числе провели ремонт ряда комнат отдыха, приемов пищи и установили оборудование, спортивный инвентарь для того, чтобы сотрудники могли проводить там свободное время и заниматься спортом. Одним из важных направлений в рамках проекта для нас было это формирование единой базы знаний по медицинским данным, потому что, на самом деле, потоки информации о медицинских данных работников, они очень большие, они поступают из разных источников, но, к сожалению, нигде ни в каком месте не аккумулируются. И вот как раз в рамках пилота мы протестировали эту возможность, когда и по результатам, по-моему, из разных медицинских учреждений, и по результатам каких-то индивидуальных осмотров сотрудников, и по результатам профильных чекапов. И, соответственно, данные с предрейсов, с предсменных осмотров вступают в единую базу, которая аккумулируется и хранится. И с этой базы может работать наш доктор производства на регулярной основе, смотря, соответственно, получая данные о сотрудниках, формируя на их основании диспансерные группы. Ну, а мы как организация имеем аналитику об обществе состояния здоровья нашего коллектива и о том, как это состояние может меняться и как оно меняется по результатам работы доктора. Как любой проект, естественно, у нас был план-график. Наверное, я думаю, что все знают, в общем-то, основные этапы, которые всегда проходят HR и не только, да, при реализации проекта, связанные с защитой, с расчетами бюджета. Наверное, остановлюсь на самых таких, ну, важных моментах, которые, считаю, обязательно нужно включить в реализацию проекта. Это, соответственно, опрос сотрудников и сбор данных и информации о тех потребностях, об их видении программы, вообще, что они ожидают, как они видят культуру здоровья и благополучия. Это, естественно, определение кипяев проекта. Для этого мы в обязательном порядке проводили замеры тех показателей здоровья, которые сейчас есть в компании, для того, чтобы потом мы могли отслеживать их изменения. Это вовлечение сотрудников в проект и сотрудников, и руководителей. На первом этапе мы провели конкурс по названию и символике проекта. Теперь у нас есть символ. Вы можете увидеть его в презентации на верхнем правом углу и название. То есть у нас были разные варианты. Это креатив наших сотрудников, поэтому они сами выбрали название и символ, что, в общем-то, помогло привлечь и внимание к проекту, и заинтересованность сотрудников. Сам пилот состоял из нескольких этапов. Пилот мы начали с активных коммуникаций и с проведения конкурсов и марафонов здоровья. У нас было выбрано три производственных площадки. На всех площадках прошли витаминные дни с выдачей фруктов, кислородных коктейлей. Традиция, в общем-то, очень прижилась, и теперь у нас это делают все площадки на ежемесячной, на регулярной основе. Во время этих конкурсов и, соответственно, и Дни здоровья мы привлекали сотрудников для прохождения онлайн-скрининга, потому что не все сотрудники у нас хорошо владеют разными гаджетами. Не все готовы работать с телефонами, с компьютерами, поэтому здесь нам нужно было тоже очень важно привлечь их внимание для того, чтобы все-таки снять этот срез. В параллели с активностями для сотрудников уже вместе со страховой компанией мы работали с медицинскими учреждениями по качеству наполнения предварительных регулярных медицинских осмотров, проводили эти медицинские осмотры, занимались ремонтом и оборудованием медицинского кабинета, его лицензированием. Пока кабинеты у нас были не открыты, с сотрудниками работал дистанционный медицинский советник, после открытия кабинетов уже начал работать очный медицинский советник. Собрав все данные по онлайн-скринингу, по медосмотрам, медицинский советник проработал эти данные и сформировал диспансерные группы как раз на финальной стадии завершения пилотного проекта. Это было одной из задач формирования диспансерных групп и определение, соответственно, наполнения задач, целей, планов лечения в рамках диспансерных групп. Наверное, один из таких важных моментов в рамках работы, эта команда, хочется отметить, предыдущий оратор рассказал по поводу того, кто же может реализовывать этот проект. Действительно, на самом деле, реализация вообще программы здоровья и благополучия зависит от многих факторов, но команда один из важных. В рамках нашей компании в проекте были привлечены большое количество функций, то есть начиная от стандартного менеджера проекта, у нас на каждой площадке был амбассадор, у нас активно была вовлечена служба охраны труда, мы сначала привлекали их внимание, потом уже они, соответственно, их сейчас за уши не оттащишь, они очень переживают, и такие очень активные, практически амбассадоры стали проекта. Это внутренние коммуникации, это закупки, очень активно, много активности у нас было со стороны юридического департамента, мы осваивали новую для нас деятельность по лицензированию медицинской деятельности, по оформлению медицинских кабинетов, что довольно-таки интересно, но тоже трудоемко. И это довольно-таки большая компания со стороны Альфа-страхования для поддержания, для активного вовлечения в проекты, также менеджеры и в штаб-квартире, и в филиалах, это и служба медицинских советников, которая готовила доктора производства, это и клиентское сопровождение, и, естественно, маркетинг, который помогал нам делать разные маркетинговые материалы. Если говорить об инструментах вовлечения сотрудников, которые мы использовали, то они, наверное, стандартные, но еще раз остановлюсь на них, это регулярные коммуникации, причем мы использовали всевозможные источники, это и календари, это и новостные ленты, это и раздаточные материалы, всевозможные листы информирования на подносах столовой, например, какие-то видеоконкурсы. На каждой площадке был амбассадор. У нас активно принимали участие во всех конкурсах руководителей, показывали пример сотрудникам, что тоже очень привлекало внимание к проекту. Ну, естественно, соревновательный эффект и поддержка результата, награды какие-то, определенные признания, они тоже давали дополнительный фокус к проекту. Как я уже раньше сказала, проект является частью стратегии, и поэтому у нас есть зафиксированные цели. Эти цели зафиксированы в HR-стратегии, звучат они как развитие культуры, здоровья и благополучия, рост лояльности сотрудников и рост привлекательности HR-брендов. И имеют свою определенную цифровку. У нас три основных KPI, которые мы мониторим как в рамках как косрочной перспективы, так и на ежегодной основе. Это коэффициент оздоровления сотрудников, то есть переход с одной группы здоровья в другую, снижение количества продолжительности больничных листов и рост вовлеченности сотрудников. Если говорить о первых результатах, вот здесь небольшой пример, как, в принципе, выглядели данные по результатам пилота одной производственной площадки. Мы получили данные по заболеваемости, по разным группам заболеваемости по результатам онлайн-скрининга. Мы получили данные по заболеваемости в рамках ПМО. Более детальную информацию, которая является медицинской, обрабатывал медицинский советник. И на основании этих данных была составлена, определена общая нозология по производственной площадке, на основании которой уже дальше разрабатывались и будут реализовываться программы и мероприятия по профилактике данных нозологии и по предотвращению влияния вредных факторов. Это вот наш медицинский советник, молодой человек. Очень был хорошо воспринят коллективом. У нас коллектив сахарного завода в основном это мужчины старше 40. Как ни странно, они очень активно, как-то харизматичность доктора, видимо, была большая, очень активно его посещали, очень приятная обратная связь, что тоже является важной составляющей. То есть непосредственно персона самого медсоветника, его работа с коллективом – это один из больших факторов. Если говорить о результатах работы доктора, то всего за период проекта он принял около 85 сотрудников. При этом 44 сотрудник у нас являются участниками диспансерной группы, и получает регулярные наблюдения, и, соответственно, большие активности стороны доктора тоже были проведены. Это и работы с обычным регулярным приемом, это и назначение, и проактивное наблюдение диспансерной группы. И, соответственно, по результатам своей работы вместе с доктором, вместе со страховщиком, по результатам определенных нозологий и факторов риска здоровья, которые были определены, мы составили вот такой уже более широкий, более долгосрочный план работы с коллективом данной производственной площадки. Охватывает он ряд активностей, это как профилактика факторов риска. Для данной площадки это курение и питание, это и прием профильных врачей, организация дней кардиолога, невролога, и в том числе активности, связанные с вовлечением не только самих сотрудников, но и их семей. Мы планируем реализацию ряд конкурсов, обязательно марафоны, награждения сотрудников, и, соответственно, привлечения в том числе их семей. Так, если коллеги позволите, я покажу вам небольшой видеоролик. Ксения, мы чуть-чуть выбиваемся из графика. Сколько по времени ролик вас займет? Три минуты. Три минуты. Может быть, я бы предложила дать возможность другим спикерам выступить и завершить вашим роликом? Хорошо, да. Спасибо большое. У меня, знаете, какой вопрос? Вот Марина говорила о том, что порядка 10% сотрудников участвует в программах. Вы поставили перед собой конкретные измеримые KPI. Это было на вашем слайде, который вы хотите достичь по результатам программы. Вопрос такой. В чем вы видите основные факторы успеха, чтобы программа была полностью реализована и KPI выполнена? Наверное, я бы сказала о двух основных факторах успеха. Это регулярные и постоянные коммуникации, причем в разных форматах, используя разные источники. По сути дела, это диалог с сотрудниками, когда мы постоянно им рассказываем, что мы делаем, для чего и привлекаем их. И это постоянный пульс опроса для того, чтобы смотреть, насколько востребованы эти проекты, то есть обратная связь. И, соответственно, по результатам этих пульс опросов нужно быть гибкими, то есть нужно быть готовыми к тому, что то, что вы запланировали, в какой-то момент может быть остановлено, и нужно будет понять, что программа не работает, нужно что-то менять. Здесь очень важный момент, что меняться должны быть готовы все, как работодатель, так и партнеры. Потому что очень главное слышать эту обратную связь и все-таки делать проект. Мы делаем его для людей, да, KPI важны, но если люди его не воспринимают, мы никаких KPI не достигнем. Поэтому получать обратную связь и реагировать на нее, то есть быть гибкими в предоставлении услуг, это очень важный момент. Ксения, общество требует ролик. Мне пишут тоже коллеги, что ролик хотят посмотреть обязательно, поэтому предлагаю запустить. Мы, я думаю, чуть-чуть сократим было к вопросам-ответам, которые у нас по завершении выступлений. Хорошо. Появилась картинка? Да. В июне этого года в мясном бизнес-направлении стартовал масштабный оздоровительный проект с заботой о каждом. Пилотная программа благополучия, пока реализована только в мясном, сельскохозяйственном и сахарном бизнес-направлениях, направлена на улучшение состояния здоровья персонала и снижение уровня заболеваемости работников. В рамках проекта на площадках Жердевского и Знаменского районов были проведены Дни здоровья, онлайн-скрининги на портале Академия здоровья, вакцинация сотрудников против сезонных заболеваний. Продолжая работу над улучшением качества жизни сотрудников как в компании, так и за ее пределами, совместно с сельскохозяйственным бизнес-направлением и страховой группой Альфа-Страхования в Жердевке открыли медицинский кабинет для сотрудников об их бизнес-направлении, поскольку сейчас особенно важно иметь возможность быстро обратиться к врачу, потратив на это как можно меньше ресурсов. Подробности в нашем сюжете. Медицинский пункт в Жердевке, состоящий из кабинета дежурного врача и процедурный, полностью оснащенными всем необходимым оборудованием, мебелью и сопутствующим лечебным инвентарем, уже готов принять пациентов, сотрудников сельскохозяйственного и местного бизнес-направления группы компании РусАгро. Пройдя первичный осмотр и при необходимости лабораторные исследования, пациентам будет назначено квалифицированное лечение. При необходимости можно оказать полноценную медицинскую помощь и, соответственно, направить пациента в процедурный кабинет для дальнейшего лечения. Теперь медицинская помощь станет по-настоящему скорой. Все условия для сотрудников рядом. Я считаю, что это для людей очень важно, потому что не очень много ездили, в общем-то, будем говорить, с Тамбов до этого, а здесь будет свой терапевт, будет гораздо больше количества людей, его посещать. Ну, если будет тем более оказана квалифицированная помощь, я думаю, будет тоже очередь создаваться. Так что я считаю, это нужное дело и хорошее. Мы очень рады, что именно проект «Забота о каждом» начинается на нашей земле. И мы надеемся, что вскоре, в будущем, он будет на всех участках нашей Тамбовской земли. А мы постараемся здесь сделать все, чтобы данный проект развивался и помогал нашим сотрудникам. Современный медицинский кабинет открыли в рамках реализации масштабного оздоровительного проекта «Забота о каждом». Пилотная программа «Благополучие» направлена на улучшение состояния здоровья персонала и снижение уровня заболеваемости работников в бизнес-направлении группы компании «Русагра». В рамках проекта совместно со страховой группой «Альфа-страхование» на площадках Жердевского и Знаменского районов уже провели Дни здоровья, онлайн-скрининги на портале «Академия здоровья», вакцинацию сотрудников против сезонных заболеваний. Данный проект был действительно непростым и, наверное, уникальным для нашей компании. Можно сказать, что такого проекта пока не существует в принципе на страховом рынке, каких-то аналогов пока что нет. Мы здесь первопроходцы и действительно мы много-много лет, уже 4 года сотрудничаем с группой компании «Русагра» и постепенно мы пришли к тому, что необходимо не просто купировать какие-то острые состояния сотрудников, но в том числе заботиться и о их здоровье с точки зрения предотвращения профессиональных заболеваний. Для этого было сделано достаточно много. Принимать и обследовать сотрудников, участников островительной программы здесь будут бесплатно. «Медицинский советник будет принимать наших сотрудников два раза в неделю, с 9 до 18.00. Им будет оказана квалифицированная помощь по любым вопросам. Медицинский советник будет работать абсолютно со всеми нашими обратившимися сотрудниками и для того, чтобы буквально каждого нашего сотрудника выводить из группы риска и стабилизировать его состояние здоровья». Открытие медицинского кабинета позволит охватить диспансеризацией и первичной медико-санитарной помощью сотрудников производственных площадок. Для нашей компании и, в частности, для нашего департамента основной ценностью является человеческий потенциал. Соответственно, несмотря на такую сложную эпидемиологическую ситуацию, открытие кабинета позволит больше внимания уделить профилактике заболеваний, ранней диагностике каких-то заболеваний. Ну и вообще общение, дополнительное общение с доктором может существенно снизить какие-то такие не очень хорошие настроения. Мы считаем, что это очень хороший шаг. Со своей стороны, конечно, проведем полную коммуникацию, чтобы каждый работник знал такой возможности. И я думаю, что это даст нам очень хороший результат. Продолжая работу над улучшением качества жизни сотрудников, как в компании, так и за ее пределами, активно развивается направление телемедицины. Система «Дистанционный доктор» позволяет сотрудникам получить консультацию специалистов из Москвы в режиме онлайн. Сейчас особенно важно иметь возможность быстро обратиться к врачу, потратив на это как можно меньше ресурсов. Спасибо, коллеги. Спасибо, Ксения. Я, наверное, попрошу сейчас коллег вывести результаты опроса, если есть такая возможность. После чего передам слово следующему спикеру. Коллеги, появятся, да, у нас сейчас опросы? Да, результаты выведены. Так, а почему я, например, у себя не вижу? А, вот результаты. Коллеги, все видят результаты? У нас сегодня много представителей финансовых компаний. Производство, розница, банки, IT-сектор, нефтяная промышленность. А, очень много консалтингов, консалтингов в конце. Спасибо большое. И я передаю слово нашему следующему спикеру, Юлия Кузнецова, руководитель направления адаптации и внедрения стратегических проектов ДМС Альфа-Страхования. Коллеги, добрый день. Скажите, слышно, видно меня и видна ли презентация? Да, все видно, слышно. Все, отлично. Тогда я приступлю к своему выступлению, учитывая, что у нас небольшой дефицит времени на текущий момент. Меня зовут Кузнецова Юлия. Я работаю в компании Альфа-Страхования. Занимаюсь программами снижения заболеваемости, программами, которые позволяют управлять здоровым персоналом. И сегодня хотелось бы сделать акцент на взаимодействии разных сторон, на взаимодействии страховщика, страхователя и медицинских организаций. То есть, каким образом мы могли бы найти наиболее эффективный путь реализации подобных программ в компании. Сегодня в рамках первого мероприятия Марина очень хорошо рассказала, что из себя представляет ВЛБ. И последние пять лет этот тренд набирает обороты. И очевидно, что последние пару лет мы все чаще и чаще начинаем говорить про эффективность. То есть, компании понимают, что инвестиции в здоровье сотрудников и в эмоциональный фонд сотрудников должны быть каким-то образом оцифрованы, чтобы это было рентабельно, собственно, для компании. Поэтому мы сделаем акцент на роли страховой компании в этой истории. Очень коротко, пройдусь быстро, по ВЛБину. ВЛБин включает два основных направления, по нашему мнению. Это физическое здоровье и эмоциональное здоровье. Каждый из них можно детализировать. И детально мы уже послушали сегодня, каково влияние. В рамках реализации программы медицинского страхования, в рамках программы управления здоровьем и страхованием мы в большей степени будем фокусироваться на области жизни сотрудников, на организации медицинского обеспечения и на различных направлениях, которые позволяют качественно влиять на эмоциональное здоровье сотрудников. Говоря про эффективность мероприятий, можно тоже выделить две большие группы. Это нефинансовые показатели и финансовые показатели. В рамках нефинансовых показателей это рост сотрудников как в процессы компании, так и в оздоровительные мероприятия. В части снижения нетрудоспособности здесь есть несколько категорий данных, которые позволяют нам смотреть динамику. Это нетрудоспособность, которая выражается в лесках нетрудоспособности и общий фон эмоциональный сотрудников, который ощущается просто в экосистеме культуры. Также мы можем поговорить про рост МПС. В части финансовых показателей два ключевых направления. Это оптимизация расходов, которые как раз позволяют создать экосистему здоровья в коллективе, и рост капитализации компании. То есть, собственно, финансовые показатели, которые позволяют оценивать качество этих мероприятий. Я хотела бы поделиться с вами тем видением, которое мы реализовали. Частично Ксения рассказала детали, которые реализованы в одной компании. Говоря про целый комплекс организаций, мы можем выделить здесь работу, которая осуществляется в лечебных учреждениях, работу, которую проводят в страховой компании и, собственно, в медицинских организациях. При классическом существовании этих различных сторон работодатель получает информацию о здоровье сотрудников из косвенных каких-либо источников. Это могут быть акты медицинских осмотров, это могут быть листки нетрудоспособности. Для того, чтобы эта информация позволяла выбирать правильное решение и выбирать правильную концепцию при реализации мероприятий в компании, мы несколько переформатировали вообще подход к добровольному медицинскому страхованию. В ролике мы тоже видели об этом информацию. Мы стремимся на текущий момент переходить к модели превентивной медицины, организовать медицинскую помощь не только в ситуациях, когда возникло острое состояние, а работать на опережение. Для этого нам необходимо работать с медицинскими данными, с данными, которые есть непосредственно в компании. Схематично здесь отражена непосредственная динамика медицинских данных. Мы регулярно проводим анализ и, работая с фокусными группами, достигаем положительных результатов. Работа с медицинскими данными – это ключевой аспект, поскольку выбрать фокусную группу и распределить финансы, которые помогут нам работать именно с теми сотрудниками, у которых есть сложности, возможно только при грамотной работе с этой информацией. Откуда у нас появляется медицинская информация? В первую очередь, медицинские осмотры, то есть это либо периодические медицинские осмотры по 302-му приказу, либо различные диспансерные осмотры ЧКП, которые проводятся для сотрудников. Очень большим блоком информации для нас являются данные из лечебных учреждений, которые мы получаем по результатам медицинского сопровождения в течение страхового периода сотрудников. Большим блоком является реестр лесков нетрудоспособности. Работа с данными позволяет нам оценивать, насколько периоды трудоспособности коррелируют с данными из лечебных учреждений. Таким образом, мы своевременно можем найти сотрудников, которым необходимо помочь либо выбрать правильное лечебное учреждение, либо подобрать соответствующего специалиста. С этой информацией работают медицинские советники, это врачи, которые могут корректно оценивать медицинскую информацию и выстраивают доверительные отношения с коллективом, который им уверен, и помогают своевременно и правильно принимать решения. Для сопоставления этих данных также используется информация программа психологической поддержки, поскольку мы уже оговорили, что ВЛБИН – это два комплексных блока – это физическое здоровье и эмоциональное здоровье. Хотела показать вам несколько небольших примеров, как работа с каждым из этих блоков данных может быть информативной и может подсвечивать те зоны риска, которые было бы правильно проработать. В одной компании мы проводили медицинский осмотр, оценивали результаты медицинского осмотра, численность сотрудников, 400 человек получили рекомендации по болезням опорно-двигательного аппарата и 66 сотрудников получили рекомендации по болезням сердечно-сосудистой системы. Сотрудники получили соответствующие рекомендации и были делегированы либо получать медицинскую помощь в рамках амбулаторно-поликлинической помощи, стационарной помощи или направленной на реабилитационно-восстановительное лечение. Если посмотреть, как были распределены рекомендации, мы видим, что большая часть сотрудников с опорно-двигательным аппаратом были направлены на санаторно-курортное лечение, при этом не получили никаких рекомендаций по стационарному лечению или по амбулаторному. Таким образом, мы могли предположить, что есть сомнительные рекомендации в этих результатах периодических и медицинских осмотров. При этом такая же странная картина наблюдается по сотрудникам, у которых были выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы. Когда 50 сотрудникам было рекомендовано амбулаторно-поликлиническое лечение, никто из этих сотрудников не попал в группы динамических наблюдений специалистов, которые бы могли своевременно организовывать медицинскую помощь. Соответственно, целесообразные рекомендации, они выражаются в пропорциональных рекомендациях организации медицинской помощи, когда есть возможность оценивать этот результат. Если посмотреть на информацию, которая может нам дать анализ временной нетрудоспособности, то здесь подойдет вот такой пример. У нас есть компания с одинаковой численностью на разных территориях, сотрудники занимаются офисной работой, то есть функционал, нагрузка у них абсолютно одинаковая. В московском офисе 43 человека, это мы говорим про пилотную группу в Петербурге, 29 человек. По количеству листков нетрудоспособностей, которые были в реестре у каждой из этих групп, получилось, что количество листков нетрудоспособности по филиалу в Петербурге в два раза превышает показатели, которые есть в Москве. При этом продолжительность мобильной искусственной трудоспособности тоже отличается. То есть здесь абсолютно очевидно, что если группа сотрудников из одной категории, то и болезни для них должны быть одинаковыми и характерны. Полувозрастной состав сотрудников тоже был одинаковый. Разница порядка 200 дней общей нетрудоспособности по истечению годового периода. Получается, в данном случае очевидно, что из-за условий организации медицинской помощи компания теряет 200 человек и дней. Соответственно, это деньги компании, которые можно было бы перераспределить иным образом, либо оптимизировать процесс организации медицинской помощи. В части медицинского сопровождения, тоже очень наглядный пример, в одной компании был реализован проект управления здоровым персоналом, где фокусную группу в рамках пилота обошли порядка 120 человек. По заболеваниям сердечно-сосудистой системы было выделено 304 человека. В каждой из этих историй мы даем акцент добровольному участию. Поэтому для качественного достижения показателей всегда важно, чтобы все стороны понимали, для какой цели реализуется проект и какого хотели бы все стороны достичь результата. Почему я это говорю? Потому что компания, заинтересованная в здоровье сотрудников, в их эффективности создает различные условия, которые бы в том числе помогали влиять на здоровье. Страховая компания может подобрать необходимый пол медицинских организаций, которые организуют медицинскую помощь качественно и доступно для сотрудников. Важным аспектом является вовлеченность самих сотрудников, соответственно, пациентов. Они должны понимать, для чего компания реализует такой проект и должны быть готовы к этому участию. Поэтому здесь мы видим с одной стороны положительную работу, где есть сотрудники, попавшие в фокус-группы и регулярно наблюдающиеся у специалистов. А есть цифры, которые показывают, что иногда сотрудники отказываются от участия в таких проектах. Но тем не менее, абсолютно очевидно, что каждая спасенная жизнь является ценным ресурсом для компании и является хорошей историей успеха, которая позволяет людей изначально не очень расположенных в проектах постепенно менять свое мнение. Мы считаем, что в рамках реализации медицинских мероприятий и различных мероприятий, направленных на работу с образом жизни, с национальным здоровьем, всегда очень важно анализировать информацию, подбирая мероприятия, необходимые тем сотрудникам, у которых есть какие-либо факторы риска. Считаем, что именно данные могут позволять правильно целево формировать программу добровольного медицинского страхования и оценивать, какова эффективность непосредственно для компаний от всех этих мероприятий. Поэтому хотелось бы обратиться к вам. Понимаете ли вы, что эти данные могут действительно работать на финансовую составляющую вашей компании и работают ли они на текущий момент. Мы для подобного плана работы разработали калькулятор экономической эффективности. В основу данного расчета, данного калькулятора, были внесены следующие данные. Компания при наличии сотрудников, которые пользуются листами нетрудоспособности, что естественно каждый из нас болеет, в каждой компании есть сотрудники, которые пользуются этой льготой. Соответственно, первые три дня нетрудоспособности компенсируются работодателям. Это классические потери, которые любая компания может посчитать самостоятельно. Это одна из наиболее очевидных потерь, которые есть в компании. Есть еще два блока потерь, которые иногда сложно посчитать, иногда сложно оценить непосредственно в призме конкретной компании или конкретного производства, в котором у нас вычисляется оценка. Это недополученная выручка в связи с абсцентеизмом и недополученная выручка в связи с презентеизмом. Каким образом мы формировали наш калькулятор и старались сделать расчеты для компаний понятными и удобными? На текущий момент есть несколько методик расчета экономических потерь в связи с трудоспособностью. Есть различные исследования, которые проводятся как на уровне страны, так и на уровне крупных предприятий. Очевидно, что совокупная численность коллектива в равной степени влияет на доходы компаний. Эмоциональный фонд компании, культура компании, они в том числе влияют на информационный фонд в средствах массовой информации. Таким образом, это история, которая позволяет оценивать в том числе капитализацию компании. Следовательно, в каждой организации можно оценить, сколько времени, сколько человек и дней сотрудники не работают в связи с тем, что болеют. Это, с одной стороны, нормальная система, и эти расчеты, скорее всего, учитываются в выработке сотрудников. Но если мы оцениваем показатели, которые могли бы измениться, что я здесь имею в виду, в России, за рубежом, публикуются исследования, которые показывают, что при работе с каждой группой пациентов по тем или иным нозологиям в перспективе 3-5 и более лет удается достичь хороших показателей в качестве снижения периода, когда лица нетрудоспособны. Таким образом, наша задача реализует точечные и таргетные мероприятия в течение страхового периода, то есть в течение 5 лет, достигать снижения продолжительности нетрудоспособности по группам пациентов, которых мы определяем на начальном этапе. То есть в рамках этого калькулятора вы можете увидеть расчет, где недополученная выручка перерасчитывается с учетом того, что мы, проведя комплекс мероприятий, снизили период нетрудоспособности. Таким образом, это позволяет нам рассчитать те средства, которые компания могла бы получить, если бы сотрудники меньше болели. Аналогичная история с презентеизмом. То есть под абсентеизмом в данном случае мы понимаем отсутствие сотрудников на рабочем месте, которое подтверждено наличием листков нетрудоспособности. Под презентеизмом понимается неэффективное рабочее время сотрудника, которое может выходить за пределы временного интервала, предусмотренного рабочим временем. Или это нетрудоспособность в связи с заболеваниями, но которая не подтверждается листами нетрудоспособности. Каким образом посчитать эти цифры? Тут также есть комплекс исследований, которые показывают, для какого количества сотрудников характерно отсутствие или неэффективная работа в течение месяца. Как следствие, есть возможность рассчитать в течение года. В данном рамках этого калькулятора также есть расчет двух цифр, которые позволяют видеть дельту. Это недополученная выручка в связи с презентеизмом, когда компания ничего не делает, никакие мероприятия не предпринимает. И как изменяются показатели, если компания реализует целевой комплекс мероприятий. Таким образом, есть возможность сделать расчет для каждой организации в зависимости от территориального расположения и отраслевой специфики, расчет стоимости медицинских мероприятий, которые необходим, и разницу в экономический эффект, который компания получает. Таким образом, оценить для себя целесообразность мероприятий. И главное, понять, что необходимо делать для каждого из коллективов. На схеме ранее, я чуть-чуть пробежала ее, где была показана логистика работы медицинских организаций, страховой компании и самого страхователя, хотела сказать, что для того, чтобы выстроить подобную работу, выстроить ее на долгосрочный период, мы проводим аудит организации медицинской помощи в компании, потому что мало приобрести для компании такую социальную работу, как ДМС. Важно, чтобы все остальные процессы компании работали согласованно. То есть это и медицинские кабинеты, и фельдшерские пункты, которые находятся на территории работодателя. Это и медицинская помощь экстренная или неотсложенная, которую получают сотрудники непосредственно на производстве. Это результаты предсменных осмотров, которые проходят сотрудники сырьевых компаний и промышленных холдингов. То есть для подобной системы важно, чтобы каждый элемент работал согласованно, и вся информация, все медицинские данные агрегировались в одном источнике и споставлялись между собой. Кажется, на этом моя презентация закончена. Здоровья вам и вашим сотрудникам. Я готова ответить на вопросы, которые будут. Постаралась очень сжато и в верхнем уровне рассказать видение нашей компании на реализацию программ управления здоровым персоналом. В деталях мы можем по вопросам или непосредственно по электронной почте. Спасибо. Юлия, спасибо большое. У меня вопрос. Вы говорили на одном из последних слайдов об экономической эффективности, расчете экономической эффективности. Есть ли понимание, о каком порядке цифр идет речь? Сколько это вообще для компании? Да, я могу один из кейсов рассказать. Наиболее крупный наш проект, который мы на текущий момент реализуем, это промышленная компания, расположенная в разных регионах Российской Федерации. Численность сотрудников порядка 10 тысяч. Там мы делали прогнозный расчет. То есть в рамках данного калькулятора, про который я говорил, где мы рассчитываем экономическую эффективность, заложена часть показателей, которые может предоставить компания. Это среднесписочная численность, это информация по выручке компании, информация по продолжительности, по количеству листов нетрудоспособности. В части заболеваемости и презентризма, то есть периоды, когда сотрудники могут быть не очень эффективны, мы используем усредненные данные, которые подтверждены исследованием, и делаем прогноз с пятилетним, то есть какая эффективность может быть для компании в перспективе пяти лет с возможностью внесения правильных данных, корректных данных для компании в процессе реализации. То есть если мы говорим про коллектив численностью 10 тысяч человек, в этом случае было, у меня, честно говоря, есть подсказка, было порядка 16 тысяч случаев нетрудоспособности за предыдущий, и за отчетный период, что в перерасчете для компании было, в перерасчете по выплатам нетрудоспособности было порядка 270 миллионов, а потери по абсентризму и презентризму в совокупности давали порядка 32 миллиардов, при выручке компании 140 миллиардов. Соответственно, при потерях 32 миллиарда в течение пятилетней перспективы очевидно, что влияние на здоровье сотрудников становится рентабельным и цельсообразным. Это я говорю про пятилетний период. Спасибо большое, цифры впечатляют. И, коллеги, я готова передать слово нашему следующему спикеру Илья Садеков, продакт-менеджер управления андеррайтингом и методологией страхового дома УПСК. Ильяс, слышите ли вы нас? Так, видимо уже, что вы запустили демонстрацию экрана. Супер, картинка видна. Ильяс, прошу прощения, коллеги. Видно ли еще один маленький опрос по поводу наличия программ ДМС и Войлбинг? Появился он или нет? Появилось какое-то серое пятно? Нет, опроса не вижу во всех случаях. А вот появился, да. Да, спасибо большое. Я думаю, что в параллели, не отвлекаясь, все смогут ответить. Ильяс, вам слово. Давайте посмотрим. Коллеги, добрый день. На еще один страховой опыт. Скажите сразу, слышно ли меня и видно ли мою презентацию? Слышно и видно презентацию, да. Отлично, спасибо, Ильяс. Отлично. Но прежде всего, очень приятно, что мысли сходятся. Наверное, это доказательство того, что мы смотрим в одну и ту же сторону. И мы сами меняемся, раз мы смотрим в одном направлении. И программа Войлбинг действительно, это тот тренд, который призван в долгосрочной перспективе развить и нас, и в нас, экспертов в этой области, и в наших сотрудниках. Я постараюсь быть очень кратким. В целом расскажу, что классический путь и классическое введение ДМСа сейчас в большинстве компаний, к сожалению, это преследование одной цели, это здоровье сотрудников, а в частности, лечение своих сотрудников. И используется для этого классический инструмент в виде ДМС классики. Но при этом мы в компании ВСК понимаем, что далеко не одним этим, одной этой целью руководствуется наш корпоративный клиент. В связи с чем выделяем следующее направление и цели, для достижения которых должна быть направлена добровольное медицинское страхование. Помимо здоровья сотрудников, мы уделяем еще и заботу о ментальном здоровье сотрудников и вовлечении сотрудников в здоровый образ жизни. Вместе с тем отдельным блоком видим мотивирование сотрудников и считаем, что только в комплексе предоставления данных услуг со временем станет трендом для рынка ДМС. Чтобы решать указанные цели, есть несколько инструментов. И говоря про культуру здорового образа жизни и про ментальное здоровье, это действительно вилбин программы, о которых сегодня уже многие сказали, не буду глубоко останавливаться на этом. Вместе с тем важно не забывать мотивирование сотрудников. И здесь мы видим роль страховщика в представлении корпоративной программы лояльности. Прежде всего инструменты для решения задач по вовлечению и мотивированию сотрудников мы видим в кастомизации программ страхования. При этом речь идет об удобном сервисе, где сотрудник может сам подобрать для себя программу, расширить стандартную корпоративную программу на дополнительные опции, либо дополнительные клиники. Также видим потребность в страховании родственников. Это не новая потребность, но зачастую страхование родственников ограничено либо какими-то коробочными предложениями, либо программами, предусмотренными корпоративной программой страхования. Здесь в Торе первому инструменту по кастомизации программы мы планируем развивать конструктор программы страхования для родственников, который также будет предусматривать кастомизацию программы для каждого отдельного родственника к сотруднику. Ну и, конечно, забота о наших сотрудниках должна отражаться в корпоративных скидках. И здесь в первую очередь мы говорим о скидках у наших медицинских партнеров. Не секрет, что в ВСК 11 тысяч лечебных учреждений партнеров. И в данных лечебных учреждениях у нас есть корпоративные условия, и они могут распространяться не только на договоры ДМС, но и на индивидуальное обслуживание наших застрахованных по индивидуальным специальным программам. И здесь мы хотим предоставить доступ всем нашим корпоративным клиентам к данным условиям. Соответственно, не ограничиваясь медицинскими партнерами, мы видим свое развитие в предоставлении подобного же сервиса и по немедицинским партнерам. Возвращаясь к Уилбингу. В нашей стратегии мы видим, что добровольное медицинское страхование должно покрывать не только основной комплекс услуг, указанных в нижнем блоке. Это поликлиническая помощь, стоматологическая помощь, онкозащита, стационарная помощь. То, что мы хорошо знаем по нашим программам ДМС. Но и программа управления ментальным здоровьем и в целом культурой здоровья в коллективе. Соответственно, в данных блоках мы должны работать прежде всего с нарушением баланса работы дом, выгоранием сотрудникам, стрессами, причем как в личной жизни, так и на работе. В части вовлечения сотрудников в здоровый образ жизни мы должны бороться с гиподинамией, с нарушением питания, нарушением сна, профессиональными заболеваниями. И в целом, ни для кого не секрет, в наших коллективах и в целом, наверное, в ментальности есть определенная инертность к физическим нагрузкам и в целом интерес к фитнесу достаточно ограничен. И только если мы будем работать в рамках ДМС со всеми тремя этими блоками, мы придем к тому, чтобы наш сотрудник был не только здоровый, но и благополучный. Ну и на следующем слайде предоставил схематично отражение программы WillBean на работоспособности сотрудника. И тут важно, мне кажется, всем нам жить в парадигме, что здоровый сотрудник, эта работоспособность далеко не на 100%. Лучше исходить из того, что эта работоспособность только в 80%. Только если сотрудник вовлечен, замотивирован, если у него, будем говорить, нет проблем с личной жизнью, психологических проблем, если у него сбалансирована его рабочая жизнь и личная жизнь, только тогда он может выкладываться на работе на все 100%. Ну и, собственно говоря, к этой цели мы и должны стремиться. Ну, в завершение я скажу о том, что, наверное, тот вопрос, который задавался на этой конференции по поводу того, как же на самом деле дополнить ДМС вот этими программами WillBean. Прежде всего, нужно говорить о том, что в тарификации ДМС классического используется средний уровень выплат, приходящихся на конкретный объем услуг. То есть ни для кого не секрет, что далеко не все заболевания покрываются страховкой ДМС. И здесь есть как экономические, так и регуляторные факторы. Но если мы говорим про экономические факторы, то нужно понимать, что страховщик, формируя свое предложение по ДМС, исходит из того, чтобы максимально покрыть потребность в лечении сотрудников, исходя из того бюджета, который есть у работодателя. И тут вопрос в том, как страховщик, как оператор этого бюджета будет этот бюджет использовать. И если мы говорим про инструменты WellBean, то мне кажется, что эта работа всегда работа двух участников. Это прежде всего работодатель и страховщик. И тот кейс, который коллеги из РусАгро нам показывали, на мой взгляд, просто замечательный. Это действительно пример симбиоза интереса страховщика и работодателя. И если мы хотим популяризировать программу WellBean, то нужно подумать, на мой взгляд, о двух моментах. Первое – это долгосрочность страхования. Как говорили коллеги из Альфы, приводя в пример расчет влияния абсентеизма, презентеизма, программы рассчитываются на пять лет. Это, естественно, не случайно. Так и программы WellBean в целом должны рассчитываться в перспективе пяти лет, потому что экономическую эффективность от этих программ мы с вами получим не сразу. И в лучшем случае мы увидим первые результаты на второй год. На самом деле, как показывают наши исследования, результаты появляются только на третьи-четвертые годы применения данных программ. Поэтому здесь нам надо, наверное, пересматривать наши подходы к ДМС в целом и рассматривать взаимоотношения со страховщиком в более долгосрочной перспективе. Это первый момент. И второй момент – это, конечно, вовлечение работодателя. Потому что, как показывает практика, если даже мы со стороны страховщика предоставляем лекции по здоровому образу жизни, у нас в ВСК есть психологическая поддержка уже давно, и мы на самом деле эффектируем рост обращений за психологической помощью. И это действительно, наверное, следствие такого непростого 2020 года. Но даже если мы, как оператор здорового образа жизни, произведем определенные операции по программе «Вилбин», но при этом в политике работодателя не будут изменения в сторону, скажем так, заботы о благополучии сотрудников, то, к сожалению, эффективность программы «Вилбин» будет минимальной. Если утрировать, то я говорю о том, что мы можем проводить тренинги по работе со стрессом, по балансу работы дом, всячески вовлекать людей в фитнес-марафоны, что мы уже сейчас делаем. Но если работодатель не готов со своей стороны, со стороны своей организационной культуры эту же философию пропагандировать, то, к сожалению, на заболеваемости коллектива, на количестве больничных листов наши программы «Вилбинга» не отразятся. Поэтому это работа нас двоих, и хотелось бы тоже в рамках данной сессии послушать, подискутировать по поводу готовности работодателя вовлекаться в такие программы. Спасибо, коллеги. Илья, спасибо огромное. Вопрос на самом деле не только к вам, а ко всем участникам сегодняшнего мероприятия. Как вы считаете, вы говорили в том числе об эффективности программ, о том, что необходимо для того, чтобы программы были эффективными, как вы считаете, есть ли какие-то барьеры, препятствия на российском рынке в настоящий момент, как со стороны провайдеров страхового бизнеса, так и со стороны компаний, которые нужно преодолеть для того, чтобы сделать программы «Вилбинга» более эффективными? На мой взгляд, я два основных момента указал. Это долгосрочное страхование, то есть программа неэффективна даже в перспективе двух лет. К сожалению, для рынка ДМС свойственно годовой период страхования, реже двухлетние контракты. Если мы говорим о совместном вхождении страховщика и клиента-работодателя в этот проект, то нужно говорить о перспективе пятилетней. Соответственно, понятное дело, что в программе должны быть поставлены четкие цели, результаты, и как со стороны страховщика, так и со стороны клиента должен быть мониторинг достижения этих результатов. Только тогда эти программы будут эффективны. И действительно позволят экономить и работодателю на абсентеизме, и страховщику на превентивной работе. Если, скажем так, срок договора короткий, то вся превентивная работа, которая проведена страховщиком, все ее результаты достанутся страховщику, который будет страховать клиента в следующем году. Спасибо большое. Коллеги, наши спикеры сегодня закончили выступление. Есть ли какие-то вопросы? Пока у нас с вами шли выступления, Владислав накидал огромное количество ссылок в чат, мне кажется, интересных, потому что и в чате был вопрос от коллег из интернета по поводу западных стандартов программ «Wellbeing». И вот Владислав все это время активно снабжал нас информацией. Я бы, конечно, рекомендовала ознакомиться. Уверена, что много интересных вещей там можно будет найти. Есть ли какие-то вопросы? Или мы начинаем завершающую часть нашего мероприятия? Ну, смотрим чат, пока вопросов нет, поэтому, ну что ж, друзья, я думаю, было очень информативно сегодня. Поддерживаю. Да, согласен. Поэтому думаю, что тему нам нужно продолжать. Тем более, что действительно очень много разных материалов. И надо уже больше говорить об отечественном опыте, в том числе о роли страховых компаний, о котором я говорил в начале. Вот сегодня у нас были очень хорошие примеры. Думаю, что для многих это будет интересно. Ну что ж, тогда давайте подводить итоги. Действительно, тема будет только актуализироваться, потому что когда ты не можешь развивать бизнес из-за каких-то внешних угроз, внешних обстоятельств, где искать источник роста? Только в людях, только в своей команде. А если они не болеют, если они себя чувствуют хорошо, если они с улыбкой идут на работу, то они и работодателя любят, и каски надевают там, где нужно их надевать, и, соответственно, работают чуть-чуть лучше на радость менеджменту и акционерам. Что, тогда подводим итоги, да? Влад, Алиса, может быть, прям буквально пару слов тогда, и будем завершать. Ну, я надеюсь, что сегодня все участники, независимо от их активности, в чате, в каких-то переписках, извлекли для себя ценную информацию, ценные моменты. Отлично, что удалось посмотреть на вопрос с разных точек зрения, со стороны, опять-таки, провайдеров, лица страховых компаний, со стороны бизнеса, и по результатам опросов, по бизнесу. Отлично, что удалось. Да, у меня эхо какое-то возникло, услышала себя второй раз. И мне кажется, что имеет прямой смысл продолжать этот диалог, в результате которого работодатели, менеджмент, бизнес будут только выигрывать, а сотрудники действительно будут и работоспособные, и счастливые, экономика глобально будет двигаться только вперед, только к развитию. Мне, к тому, что сказала Алиса, добавить нечего. Я только, наверное, как раз скажу технический момент, потому что я вижу чат и знаю из опыта работы нашего прошлого года, коллеги отправят всем, кто участвовал, зарегистрировался в нашем мероприятии, презентацию участников. И я полагаю, что мы с нашими многоуважаемыми группой поддержки Ассоциации Менеджеров России, которая помогает нам эффективно организовать работу комитета. Договоримся, чтобы те ссылочки, которые были в чате, возможно, там отдельным каким-то еще файлом отправить, чтобы вы, коллеги, могли это у себя сохранить и использовать в своей работе. Ну что ж, спасибо большое, дорогие друзья, спасибо, хорошего дня и крепкого здоровья всем нам. До свидания, спасибо, всегда вам рады в Ассоциации Менеджеров. Спасибо, всего доброго, до свидания. Спасибо, всего хорошего. Всего доброго, коллеги. Спасибо, до свидания. До свидания.